Без хорошего учителя не может быть ни врача, ни инженера, ни агронома. Указом президента России 2023 год объявлен годом педагога-наставника. Открыв кабинет родного языка и литературы имени Елены Булатуковой, среднеобразовательная школа Аула Кызыл-Юрт Хабецкого района дала старт знаменательному году. Об интересной судьбе отца и дочери Булатуковых, оставивших яркий след в истории. Репортаж Аллы Динаевой. В жизни каждого народа есть события, даты, имена, которые хранятся в памяти человеческой века. Их передают из поколения в поколение. Такими являются и представители семьи Булатуковых, заслуженному работнику культуры Карачева-Черкесии Елене Хасановне Булатуковой, чья трудовая деятельность началась в стенах школы в Ауле Кызыл-Юрт, открыли кабинет нагайского языка и литературы. Право перерезать ленточку предоставили сестре и дочери Елены Хасановны. Дочь основоположника нагайской советской литературы. Политика первого директора НИИ Хасана Булатукова Елена посвятила свою жизнь педагогической деятельности. «Именем твоим позволь смиренно приклонить колени». Эти слова Касима Кулиева я когда прочитала впервые, сразу подумала, что это написано о Елене нашей. И всю свою жизнь я старалась быть похожей на нее. Еленочка красивая, умная, овоятельная. Елена Булатукова, автор книг «Разговор с отцом. Дорогами встреч» – многочисленных стихотворений и сказок для детей. Елена Хасановна многие годы добивалась, чтобы ее отцу, репрессированному в 1937 году, было возвращено честное имя. Умар Алиев и Хасан Булатуков были соратниками. Они пострадали в одно и то же время, семьи прошли через страшнейшие испытания. И самое удивительное то, что эти люди высталили, выжили, сохранили в себе эту и генетическую память. Елена Булатукова была человеком, в которой сочеталось все, не только внешняя, но и душевная красота. Так о талантливой поэтессе писательницы говорили, знавшие ее лично. Нас связывали и родственные узы, и профессиональная деятельность, сказала главный редактор газеты «Новая ДВС» Алтынай Атуова. Вы видели на фотографии, на первой фотографии Елены Хасановны со своей родной Ногайской газетой. Да, действительно, вся ее жизнь была связана с Ногайской печатью, с Ногайской газетой. Затем она уже стала, когда вышел в свет Ногайский журнал, членом редколлегии Ногайского журнала «Мамитэки» и писала для детей. Я с Еленой Хасаной рядом жила. Я постоянно у них дома была. У нее была прекрасная библиотека. Прекрасных детей она воспитала. Дочь Елены Булатуковой выразила благодарность всем, кто участвовал в открытии этого кабинета. Дедушка очень хотел видеть свой народ образованный. Он много для этого делал. Ему было очень тяжело в то время. Но он видел будущее народа в образованных людях. И поэтому мне хотелось бы сегодня вручить премию имени Хасана Шахимовича Булатукова лучшему ученику школы Катагана-Будауду. Передала она средства и на развитие класса, носящего имя ее матери. И поделилась одной историей. Когда мама выбирала профессию, бабушка ей сказала, Лена, стать учителем – это очень ответственное решение. Каждый день твои ученики будут произносить имя моего сына Хасана. И ты должна стать хорошим учителем. Так получилось в жизни, что ни моя мама, ни мой дедушка друг друга не видели. Две жизни, две судьбы, два человека, не видевшие и в принципе так особо не знавшие друг друга. Но их жизнь настолько тесно переплелась трагическими событиями и 37-го года. Трагическими событиями, которые прошли через стены нашей народы. Наверное, это единственная школа не только в Хабиевском районе, но и в России, где родные люди – отец и дочь, которым не довелось увидеться при жизни, после смерти находятся вместе. Школа Аула Кызыл-Юрт носит имя Хасана Булатукова, а кабинет родного языка и литературы этой школы – имя его дочери Елены. Алла Динаева, Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашибоков. Вести Крачево-Черкесия.